Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1356. Тема «Разбор выступлений» Амросия Юрасова. Книга 2, вопрос 53. «Насколько церковь должна идти навстречу обстоятельствам, времени? Насколько должна учитывать проблемы современной жизни при проповеди и руководстве любви?» Отвечает Амросий Юрасов. «Не церковь должна идти навстречу нам, а мы должны устремляться навстречу церкви», комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Книга Деяний, 13, 2, 4. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне варнаву и савла на дело, к которому я призвал их». «Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Деяния 4, 23, 31. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе всем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святаго сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением. Деяние 8.4 И таких мест, призывов к людям, которые еще не знают Христа, в Библии насчитывается около 1900. А для православных батюшек нет ни одного такого места в Библии, которое они приняли бы для руководства и пошли в мир. Отец Амвросий Юрасов не худший из батюшек, а может даже один из лучших, по крайней мере, пьяный, не валяется. С ним можно пообщаться, он простой. Но что пользы мне от врача, если он работает молотобойцем и кузнецом, а нужен стоматолог или хирург? Почти в 700 ответах двух книг о вере и спасении Архимандрита Абросия Юрасова практически нет ни одного вопроса, на который бы он ответил чисто по-евангельски. А под его этими книгами подпишется любой священник и архиерей и патриарх. Когда он жил у меня в Барнауле, на 2-й строительной 62-16, телефон 24-38-46, и там же находился отец Геннадий Фаст, ныне благочинный Енисейского округа, то я записывал многих на пленку с их свидетельствами о том, как они пришли к Господу. Когда пленка продолжительностью 8 часов 20 минут была готова, под названием «Обращение», мы заново прослушали ее. И я тогда же сделал подробную разборку свидетельства отца Абросия, бывшего тогда игумена. Какой бледный и неинтересный его рассказ обращения. Совершенно не евангельское, по сравнению с отцом Геннадием Фастом, пришедшим в православие из Менонитов, города Караканды, бывшего преподавателем в то время в Томском университете. Отец Абросий согласился с этим сразу же. Но вот прошло уже 20 лет, и отец Абросий ни в чем не изменился. Все так же у него сны, сны и повосенки, но только теперь он их распространяет по всему миру. Отец Абросий – это образ омертвелой, смертельно больной московской советской патриархии. Вот как выглядит Евангелие от Абросия. Придите все в церковь православную. Не ждите, чтобы мы к вам пришли с проповедью о Христе. Не дождетесь. Исповедуйтесь у нас как можно чаще и как можно подробнее, чтобы я, архимандрит, почувствовал удовлетворение и радость. Все повенчайтесь обязательно и еще более часто исповедуйтесь и во всех ваших неврядицах, болезнях, неразрешимых проблемах, недостатках. Не я виноват. Нет, не я, что вам не проповедовал Слово Божие. Виноваты вы, что редко ходите в церковь и не исповедуетесь по три раза на дню. Редко кручу куриный помед в бочке. Да где же он слышал, чтобы Христос так учил? А эта амбросевская болезнь пристала к телу России не сегодня. Если Николай Семенович Лесков пишет рассказ «Некрещенный поп» и добавляет «Евангелие на Руси никогда не проповедовалось как должно», то ныне он мог бы написать рассказ «Необращенный поп». Самая короткая притча Христа такая. Матфея 13, 33. Иную притчу сказал он им. «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все». Святые отцы, такие как Иоанн Златоуст и другие, эту притчу растолковывают так. Закваска – это евангельское слово, то есть благодать призывающее. По слову Феофана Затворника «Основа основ». Это то евангельское семя, которое бросает сеятель, который сам выходит в поле, сам обрабатывает пашню, плугом, евангельским языком проповеди. Женщина – это душа каждого человека, которого достигнет евангельский призыв в благодати, а в спасителе мира, умершем за грехи каждого. Первая мера муки – слух, наши уши. Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера только от слышания, через уши – это действие благодати призывающей. И если человек покается во грехах, значит коснулась его благодать обращающая. По Амбросию же, то есть в лице Амбросия имеется в виду все сегодняшнее православное учение, у людей вера появляется через глаза, и через нос, и через рот, и через пальцы. То есть через остальные четыре органа чувств, но только не через слух. Для этого 11 тысяч мироточивых икон в Иваново, благоухание, частое причащение, ходить по канавке Серафима, надевать его котелок на голову, есть Серафимовы сухарики и прочие подражания язычеству. Римлянам 10.15. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Отсюда делаем вывод, что посланных нет и не предвидится. А значит и ноги непроповедующих непрекрасны, а гнилые, атрофированные, слопающимися венами. Так наказывает Бог служителей алтаря за то, что не идут на проповедь, а стоят на одном месте, как истуканы. Есть ноги, но не холят. Священники яростно противятся этому. Они давят и давят, как Амвросий к третьему виду благодати, к освящающей. Непрерывно кричат криком. Идите к нам на исповедь. И чаще причащайтесь. Священники сегодня извращают даже и этот столь ясный стиль, говоря. А кто не будет креститься, осужден будет. Их понять можно. Если делать все по Евангелию, как заповедал пастырь и начальник Христос, то это слишком хлопотно и совсем недоходно. Проповедовать нужно день и ночь, а результат может быть нулевой. Деяние 8.12 Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины. 1 Коринфянам 1.17 Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. И прибыли в денежном выражении никакой, быть может в течение трех лет и более. Для обращения человека ко Христу, говорит Иоанн Златоуст, для проповедующего нужно иметь тысячи талантов в самом себе. А для того, чтобы крестить уже обращенного, не требуется ни одного таланта. И вот здесь Сатана уловил все православие, купил с потрохами за мамону. Благодать обращающая отсутствует, потому что нет благодати призывающей. Так как Юрасовы вывели новое учение, новую концепцию и сконцентрировали понятие благодати в одной освящающей благодати. Это антихристианское, антиевангельское, гибельное учение, как проказа поразило все священство. Они все подписались под тем, что они все вместе взятые не имеют и одного таланта. Им бы только крестить, крестить и крестить. То есть остались с одной третьей мерой муки, которая означает исполнить слышанное. Иакова 2.14.20 Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела? Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Третья мера муки – руки. Вот на что устремились все батюшки. Они хотят, чтобы дела были хорошие, чтобы люди не пили, не делали абортов, не предохранялись, чтобы возродилась святая Русь. Но кто же может построить третий этаж, если не возведет первые два? Апостол Петр эту мысль о трех видах благодати выразил так. Деяние 2.37.42 Услышав это, они изумились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи, братья, что нам делать, мужи, братья, что нам делать, мужи, братья?» Деяние 2.37.42 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Повторим. Три меры муки означают «услышал», «поверил», «исполнил». Уши, сердце, руки. Благодать призывающая, благодать обращающая и благодать освящающая. Что здесь может быть неясного? Юрасов же проповедует совершенно новое, в кавычках, Евангелие. И людям это нравится. И они к нему очень снисходительны, любят его, кормят его. А он не отработал еще ни одной копейки согласно Слову Божию. Второе послание к Аимфинам 11.4. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, и если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Галатам 1.7. «Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Когда я выпустил первые материалы об этом, мне стали звонить священники не только из России, но и из-за границы. Австралия, Канада, Америка и другие. А православные патриоты, духовные киллеры, современные зелоты стали грозить физической расправой, называя учение Христа обновленчеством, сектанством. «Они облекли меня такими названиями, как чемодан, вернувшийся из-за границы. Отец Амвросий очень любит сны. Да будет позволено один раз и для него рассказать сон, который приснился одному глубоко верующему православному христианину, занимавшемуся с его книгами и просившему у Бога милости показать, с чем можно сравнить это юрасовское лжеучение». Цитата. «Темная ночь. Некий проводник ведет этого человека в подземный, не имеющий конца и края склад, тускло освещенный. На все просьбы показать, где выход, он не отвечает ни слова, но ведет и ведет страшно захламленными местами. И, наконец, приводит к огромной груди плафонов-светильников, на которой лежит товарищ проводника в совершенном бездействии, в полумраке. И тот, кого ведут, сразу же понимает по их глазам, по тому, как они перемигиваются, что это место убийства. И доверившийся им, ищущий через них выход на солнечный свет, живьем не выйдет. Но он успевает их спросить, «Чем же вы здесь занимаетесь?» Они показывают на светильники, внутри которых мелкая сетка, как в шахтерской лампе. Сзади лежащего человека видна заколоченная крест-накрест и заваленная светильниками дверь. Пришедший с ними пытается от них убежать, и это едва ему удается. Перед этим он спрашивает их, «А где же выход?» Они отвечают, «Он всегда был там, сверху, на первом этаже». «А как же эта заколоченная дверь позади вас? Ее разве нельзя открыть?» Они оба засмеялись. «Это только дверь, приставленная к стене. Там ничего нет». Эти рассказики юрасовские в темноте и невежестве, Да еще через сетку никому не могут осветить путь, и там царит смерть. Настала тьма угрюмой темной ночи. Все спят кругом, и все кругом молчит. На Божий свет закрыли люди очи, и даже церковь равнодушно спит. Кто изнемог, кто просто обленился, а кто в любви остыл и охладел, И на пути земном осуетился, избрав душе здесь временный удел. И даже те, кто раньше пламенели, и не страшились никаких преград, Теперь остыли, в вере охладели, с угасшими светильниками спят. Но в этот миг врагу души не спится, он усыпляет совесть и сердца, Чтоб не было желания молиться, чтоб не просили помощи Творца. Вот шепчет он, туда еще успеешь, приляг немного, отдохни в пути. Ты всех преград никак не одолеешь, тебе до цели вечной не дойти. И много спят в лукавом обольщении, сердца всегда в заботе, в суете. Они не мыслят о своем спасении, они забыли о своем Христе. Да, в этот век столь много малодушных сдались врагу и в мир ушли назад. Но будем мы в сердцах единодушны взывать к Христу и не страшась преград. Идти вперед, преграды побеждая, пусть целый мир на нас восстал со тьмой. Враг может затемнить глаза твои туманом, чтоб ты не видел кровь, пролитую Христом, Чтоб ты не прибегал к его кровавым ранам, где сила и победа над грехом. И в этот век враг сеет разделение, чтоб каждый только ближнего судил. Воздвигнул он различные учения, в сердцах людей гордыню поселил. И появилось столько толкований, и все они заблудшего ума. В них света нет, ни истинных познаний, но лишь сокрыта гибельная тьма. О, Церковь Божия, от сна очнись скорее. Одежды чистые и светлые одень, и в бой иди за истину смелее. Ведь для тебя грядет тот славный день. Но прежде этого в горнире испытания через огонь должно тебе пройти. Великие и страшные страдания тебя еще здесь встретят впереди. Господь дела твои и веру испытает не на словах, а истинным огнем. Кто, как, на чем здесь дело созидает, и через него, и из чего духовный строит дом. И если было сеном и соломой, в тот славный день никак не устоит. Как дело то развратного Содома в огне светом исчезнет и сгорит. Так будем же душою все стремиться, чтобы светильники поправить и зажечь. Чтобы нам готовыми и чистыми явиться и на Перу там в царстве возлечь.